привет всем я обещала еще давно выйти в прямой эфир на такую тему как перфекционизм и вот вчера мне попалось видео такое мне прислали как всегда про африку про миссию которая меня еще раз подтолкнула в общем на эту тему такое видео где миссионеры благодетели прилетели в африку там на пару недель может быть на месяц или на два месяца ну какой-то короткий срок собрали детей из деревни накормили их выставили все это сеть и сказали что вот мы повлияли на этих детей потому что мы их накормили и рассказали им про бога и вот эта картинка она очень классно заходит людям которые не разбираются что такое африка не разбирается что такое миссия и эта картинка очень хорошо заходит тем кто живет вот в таком мире таком перфекционизме где миссия это улыбки детей это хорошая картинка который вы хорошо принимаете то есть вам приятно смотреть на этих накормленных детишек на то что они встретили этих миссионеров они станцевали они спели эти миссионеры рассказали про бога и вы тешите себя надеждами и такими иллюзиями что со сцены если рассказать детям сказать что иисус вас любит эти дети покаяться вы говорите что вот посеянные семечка все равно мы что-то принесли это доказать иллюзия обман в которой жили многие миссии многие годы и сейчас до сих пор живут видите очень много вот таких вот миссионеров которые приезжают и говорят что но все равно мы что-то сделали я не говорю что это мошенники я не говорю что это люди которые специально это делают но я говорю что наконец так нужно повзрослеть протрезветь посмотреть на миссию и вообще на христианство с другой стороны понять что это не игрушки тем более дети не игрушки и что влияние на людей это долгие кропотливая работа это огромный труд особенно на детей смотрите своих же детей вы воспитываете вы их учите вы проводите с ними время вы долго до 18 лет их ведете почему вы думаете что эти детей нужно бросить просто фразу бог вас любит и они как бы придут к богу если миссионеры не прилетели бы слава богу африка была бы сейчас в другом абсолютно состоянии если бы миссионеры не прилетели бы 90 процентов из них я еще раз говорю что африку испортили белые миссионеры не испортили их там до войны понятно и голод так далее но это вина тех миссионеров которые вот так вот прилетали и портили детей то же самое как приезжают волонтеры в детские дома раз в год привозят подарочки и улит и уезжают нарушается вот эта связь с людьми то есть у них нет чувства привязанности это передается поколение поколение вот это поколение которое сейчас в африке это результат да почему их дети на улице почему семьи такие развалины это во многом результат того что приехали белые миссионеры дали им конфетку конфетку сфотографировали сказали бог тебя любит и поехали дальше я часто говорю что миссия это посвящение это годы и если вы сравните вот эту картинку до которой я выставляла вот это видео где вот такие танцы все яркое красивое дети аплодируют вы говорите им повтори бог тебя бог меня любит они повторяют бог меня любит но они не знают даже этого языка они не знают что они повторяют часто я это не говорю не потому что я смотрю это видео отсюда а потому что я там была очень много лет я знаю что мои дети не знают английский язык и когда приезжали вот такие же миссионеры и говорили повторить иисус вас любит они повторяли а потом хлопали грузами то что они не понимали английский язык о ваших головах да кто смотрит эту картинку и в к и в головах вот этих миссионеров мы вот покаяли детей сейчас они примут иисуса как смотрите никогда я забирала детей с улицы раз месяц 2 3 я их вела просто вот на улице я прижала в трущобы и я с ними проводила постоянно время и я смотрела кто из них готов выйти с улицы например кто готов изменить свою жизнь после этого мы помещали их в реабилитационный центр они там жили год-два через год они мне могли сказать я ненавижу твоего иисуса закрыть библию не знаю там еще что то сделать и у них на эти вот такие американские горки тем более у детей тем более у подростков и ты их ведешь и ты с ними разговариваешь ты за них молишь ты за них постишь и ты проливаешь за них слезы и это знаете вот если вот эту картинку еще раз говорю которые я увидела яркую прекрасную с песнями танцами сравнить с настоящей картинкой миссия миссии люди в оморок упадут они перекрестятся не скажет никогда в жизни мы никакой миссии не поймем потому что это очень сложно это очень сложно привести человека вообще к богу ребенка богу да потому что у него есть свободная воля он может вырасти 14 лет сказать не хочу никого вообще знать не хочу быть христианином и в 21 только прийти а может быть вообще никогда не прийти и может быть вы вытащите только одного ребенка из этих сотен и сотен и сотен поэтому меня вот эти картинки не то что не впечатляют то что вы делаете вы портите детей приехали белые миссионеры накормили рисом один раз в год далее один раз в месяц дальше что дальше что вы кинули вот это семечко что значит кинули вот это знаете вот мы всегда этим себя оправдываем если дело касается детей это только воспитание взрослым да я думаю что у них конечно это там откладывается у детей это откладываться у тех кому они доверяют когда приезжали белые миссионеры в трущобы они над ними сжали cooperation на то вы не доверяем но когда ты с ними живешь когда ты с ними проходишь трудности когда ты с ними ешь из одной тарелки этот рис извините миссионеры едят далеко не рис после этого после этого большой аутрич а когда дети то что ты с ними вместе проходишь трудности когда они тебе Они доверяют тому Богу, которого ты представляешь. Не которого ты кинул им раз в год или раз в месяц, а которого ты представляешь в своей жизни. Год за годом, день за днём, живя вместе с ними внутри трущоб, они приезжают и уезжают. Ещё говорю. Эти дети, конечно, деревенские. То, что на видео, то есть я говорю про трущобы, потому что это ближе мне тема. Деревенские дети, конечно, попроще. То есть, чтобы вы понимали, есть христианские деревни, где они все знают про Иисуса, но они не знают, они не умеют читать, да, они не знают английский, они вообще не знают принципов христианства. Они вот родились в христианской семье. И чтобы воспитать христианские принципы в этих детях, опять же, нужно там жить. А это цена, а никто не хочет цену платить. Все хотят приехать, сделать такой, знаете, красивый. Красивый такой вот праздник шумный, чтобы детки попели, вы поаплодировали, вы написали, какие вы молодцы. Они уехали, дети остались жить в этих деревнях или в этих трущобах. Ничего не изменится. Изменится только тогда, когда вы начнёте по-настоящему трезво смотреть на христианство, платить цену, и вы страданёте там, если вы захотите по-настоящему что-то изменить. Потому что в этом видео было заявлено, мы изменили, вот мы повлияли. Ребята, это высокие слова, за которыми ничего не стоит. Повлиять, это значит заплатить цену. Иногда годами. Поэтому не вводите людей в заблуждение, не портите детей Африки, не портите вообще Африку, отстаньте от неё, отцепитесь от этого континента, если вы не готовы платить цену по-настоящему, если вы не готовы там жить, рисковать своей жизнью. Сколько мне говорили людей? Ты ищешь приключений. Вот приключения заключаются в том, что ты теряешь свои годы, своё здоровье. Вот такое приключение. Ты теряешь близких, ты хоронишь детей. Вот такое классное приключение, на которое я не знаю, наверное, мало кто согласится. Но если вы действительно, у вас есть желание изменить ребёнка, это только воспитание в семье. Что в детских домах, что в Африке. И никак иначе. Поэтому прекратите портить детей, прекратите присылать мне вот эти вот видео, фотографии. Мы идём по трущобам, раздаём конфеты. Я говорю, знаете, у меня такая боль, когда раздают эти конфеты. Ты раздашь конфету, когда идёшь по моим трущобам. Второй раз я пройду, ребёнок будет требовать с меня конфету, бесплатно конфету. Чтобы получить конфету, мои дети должны идеально были дом два раза в день убрать, вычистить весь компаунд, приготовить завтрак, накормить курей, посмотреть за кроликами, вскопать огород и так далее. Тогда тебе дадут конфету. Я не хочу, чтобы взращивали, белые миссионеры взращивали потребителей. Вы взращиваете потребителей. Так не делается. Миссионеры – это не тот, кто приехал в гости на Карамилу, рассказал сказки об Иисусе. Да, я совершенно согласна. Пересекались с миссионером Сэмом Чайдросом, проповедник с пулемётом. Да, я с ним знакома. Мы с ним как раз всё это обсуждали, говорили. Он тоже закатывает глаза, вот так смотрит на этих миссионеров. Человек 30 лет уже в Южном Судане, он уже настолько устал от всех, что, к сожалению, я тоже его не слушала первые годы, я не могла понять, что он мне говорит. Как и сейчас мне пишут, а что здесь такого плохого? И люди не могут понять, а с чём я говорю. Поэтому просто поверьте на слово, вот и всё. И если вы хотите что-то сделать, выучите язык, приезжайте в трущобы, год просто наблюдайте, не служите, наблюдайте. культуру, язык, что где находится и так далее. Через год вы поймёте, что вам нужно делать и как. Вот так приехать, бросить что-то. Я не могу, у меня просто сердце разрывается, когда я такие видео вижу. Для вас это красивая картинка, для меня огромная боль, того, что целое поколение будет следующее, опять же испорчено. Вот такими вот подачками и сказками про Иисуса. Что сейчас делает Сэм? То же самое, что и делает он. Ведёт революционный центр для детей и солдат. Несколько месяцев он находится в Америке, несколько месяцев он находится в Уганде, потом в Южном Судане. Вот. Итак, о чём я хотела поговорить. Это такое было вступление, потому что это в принципе тоже относится к перфекционизму. То есть картинка миссии у нас такая идеальная. Яркая, танцы, детки накормлены, мы удовлетворили своё христианское эго и все нам поаплодировали, выставили картинку, да. Что такое настоящая миссия? Год, два, три, четыре твоих слёз, твоего здоровья, выученный язык, дети, которые тебя предают, тебя таскают в полицию, да. И ещё было одно интересное видео. рассказывали, что американец приехал, выкопал сто колодцев в Конго. Конго очень непростая тоже страна. И его обвинили, правительство его обвинило за то, что он показывает страну в плохом свете. И мне вот пишут с таким возмущением. Я говорю, вы ничего не поняли, ребят? Скажите спасибо, что этого парня не грохнули там. Скажите спасибо, что он уехал всё-таки, потому что очень многие из Конго не выезжали. Да, я отговаривала некоторых людей ехать, потому что, говорю, это безумие, то, что ты туда едешь, ты не знаешь, что это за страна. Тебя обманут, ты попадёшь. Так и получалось, но люди, вот видите, хотят на своей жизни проверить, смогут ли они, в общем, смогут ли они переступить через вот эту вот грань, да, и выкопать вот эти колодцы и думать, что им поаплодируют. Очень смешно, очень-очень смешно. У нас было такое правило, мне гласное, что если ты хочешь что-то сделать в этой стране, сделай так, чтобы в трущобах тебя не заметило правительство. К сожалению. То есть, кто мне говорит, а тебе, наверное, правительство помогало, если меня не заметили, да, я, можно сказать, уже 90% моего успеха, потому что, когда меня заметят, белые в трущобах, меня начнут таскать в полицию, обвинять во всех грехах, и я буду говорить, я же помогаю вашим детишкам, как я помогала, ну, как я и говорила, да, они будут требовать с меня бабки, все это мы проходили. Поэтому ваше представление или представление другим миссии, если оно вот такое, вы извращаете и христианство, и миссионерство. А потом вот такие розовые миссионеры приезжают, да, думают, ну, где же пряски, танцы, что меня там с цветами дети не встречают. А дети, да и взрослые, они могут у вас, ну, многие вещи с вами сделать. Почему бы об этом не говорить? Потому что это не вписывается в нашу картину христианства, милого, красивого, где я рассказал про Иисуса, и мне поаплодировали. Поэтому, ребята, не играйте с огнем и прекратите извращать христианство. Это ужасно, что поколение и поколение этих детей вы портите просто. Есть миссии прекрасные, которые живут там, живут годами, и они делают, вот действительно, они влияют на этих людей, но они платят огромную цену. Опять же, они показывают картинки, да, мы с ними об этом говорим, они говорят, Наташа, если мы будем показывать всю жесть, которую мы проходим, да, ну, как бы у нас спонсоров поубавится, поэтому мы показываем хорошие картинки. И я их прекрасно понимаю, потому что, чтобы накормить моих детей, я делала то же самое. И всю жизнь, жизнь, да, мы скрывали. Сейчас, наверное, бы я так не поступила, поэтому, потому что для меня, скорее всего, сейчас, вот такая честность, она, хотя вот, если у тебя дети не накормлен, да, свою честность, ты можешь куда-то засунуть. Вот такая вот, вот такая вот дилемма. но если по-настоящему показывать, если бы у меня были деньги, да, я не зависела бы ни от каких там, у меня спонсоров таких не было, но люди из Инстаграма, да, которые хотели видеть милых, улыбающихся девочек, да, или там детей, конечно, если бы я показывала все по-настоящему, что происходило на миссии, спонсоров бы поубавилось, и тогда у меня детей бы в реп-центре поубавилось, а мне хотелось спасти как можно больше. И вот такая вот дилемма. Но сейчас я понимаю, что, наверное, бы я все-таки говорила больше правду, потому что, смотря на перспективу, если, вот если показывать все вот ваши, вот эти миленькие картинки, это и приучит людей, что в миссии это и есть. Вот это розовые, африканские танцы, пляски, и все хорошо, детки смеются, и все накормлены, и знают про Иисуса. Это просто трэш какой-то. Мне больно на это смотреть. А с другой стороны, люди просто восхищены. А для меня это боль. У нас мы живем в христианстве кривых зеркал. Все перевернуто, все просто извращено. Итак, что такое перфекционизм в христианстве? Это было такое вступление, потому что у меня, когда мне присылают такие видео, это такая же боль, как смотреть, как дети валяются на улице для меня. Смотреть, как эти христиане идут по трущобам и делают праздники, уезжая, потом через неделю. Итак, перфекционизм. Мы хотим вот такие миссии видеть, приятные нашему глазу. Мы хотим быть миссионерами, вот такими приятными, хорошими, кормить детишек, быть такими благотворительными. И нам говорят в христианстве, ты должен стремиться к какому-то идеалу. То есть ты должен быть успешным в семье, в миссии, выглядеть, соответственно, вот так вот говорить, вот так не говорить, я не знаю, быть успешным в личной жизни, быть успешным там, там, там. И, в общем, у тебя вот такой нарисовался как идол, к которому ты должен стремиться. И очень много людей, я в том числе, первая из тех, кто, естественно, никогда не дотянет до этого вот идола, который вы построили в христианстве. Я не хочу до него дотягивать. И вам говорят, то что если вы не такой, то вы какой-то не такой христианин. Если у вас там денег нету, ну, это вообще отдельная тема, я про десятину тоже хочу, кстати, поговорить. Если ты там неуспешный, вот в этой сфере, в этой сфере, в этой сфере, значит, что-то у тебя не так с Богом, ты какой-то не такой христианин. Вы пытаетесь стремиться до этого идеала, у вас это не получается, вы впадаете либо в чувство вины, либо в лицемерие. И вот вы в двух вот этих обочинах, чувство вины, что вы не такой классный, как вот эта миссионерка великая, которая накормила миллион детишек, или вот в лицемерие. А я вот тоже вот такая, я хорошая, а на самом деле внутри вас, ну, совершенно другое. Но так как вы ходите в церковь, и так как вы христианин, вы должны дотягивать до этого идеала, и вот вы вот разрываетесь. Вместо того, чтобы просто принять себя, быть собой и жить. Снимите с себя вот эти бремена, тупые христианские, живите. И это не значит, что вы должны грешить. Это значит, что вы должны, вы никому ничего не должны. Это значит, что просто перфекционизм, это страшная болезнь созависимости, от которой нужно лечиться. Потому что она вас разобьет. Тоже другая тема немножко, но тоже хочу коснуться. Один мной уважаемый тоже проповедник, недавно так сказал, он говорит, я бы, конечно, хотел выразить вот эти чувства негатива, гнева, но мне статус не позволяет. То есть ты надел на себя вот этот статус, мы все надели на себя вот этот статус, и он нам не позволяет, как, в общем, чувствовать какие-то негативные чувства. Быть злым, ненавидеть, ну, ты же христианин, как что, можешь так делать. Там, ну, еще многие-многие вещи, с которыми каждый нормальный человек сталкивается. Ты не можешь прожить без этих чувств. Но так как тебя прессует, прессует, что ты должен всегда быть улыбчивый, милый и хороший, у тебя опять чувство вины, либо лицемерие. Вот в эти две обочины опять ты сваливаешься. Я не говорю, что нужно ходить злиться, или всех ненавидеть. Нужно прорабатывать эти чувства, но признавать. Я ненавижу, я злюсь, я не люблю, я не хочу, там, и так далее. И этого мы не признаем. Почему? Статус у нас такой христианский, перфекционизм. Которым нас навязали. Дальше интересная такая фраза, я услышала, никогда не сдавайся. Что значит никогда не сдавайся? И вот ты не сдаешься. Ты тянешь до конца то, что может быть уже вообще не надо тянуть. Свою семью, где у тебя муж, блин, изменяет, бьет тебя постоянно, там, наркоманит. Но ты никогда не сдаешься. Женщина из притч. Ну, потому что про женщину из притч, мы еще до нее дойдем, до этой милой красотки. И ты вот тянешь на себя вот этот крест. И не сдаешься. Я училась в институте. Шесть лет я отпахала. Прекрасный институт. Я очень люблю его. Я думаю, что он сильно, действительно, там, изменил мою жизнь. Потому что я поступила в институт в такое очень непростое для себя время, психологическое. Он меня вытащил. Но через три года я поняла, я выучила английский. Я поняла, что я хочу уйти и работать, и что-то делать, как дальше развиваться. То есть я поняла, что мне не нужно заканчивать институт до конца. Что я сделала? Как истинная христианка, как нас приучили. Я пошла к куратору, к пастору в институте, к декану. И сказала, что я хочу уйти. Я чувствую, что я не хочу учиться до конца. На что он мне сказал. Наташа, что Бог начал, нужно довести до конца. Еще три года своей жизни, о которых я жалею сейчас. Я жалею. То, что я не ушла тогда, не послушала себя. Послушала другого человека. И он мне сказал до конца. И, знаете, в конце концов, этот институт, к сожалению, закрылся. И вот я до сих пор жалею за эти три года, которые я все-таки протянула. На чувстве долга. Скажем так, на чувстве долга. Поэтому иногда есть, тоже опять же вернулась, к миссионерам, которые тянут миссию, потому что люди что скажут, потому что так надо, потому что нужно до конца, ты до конца там умрешь. Иногда нужно просто сделать шаг назад. И вот просто все оставить. У меня такое было, что Бог мне говорил, сейчас все оставь. Я говорю, ну хорошо, вот это я оставлю, но вот за это я еще возьму. Он говорит, нет, все оставь, год отдыхай. Вот мне такое было, потому что я уже настолько была разбита, это было связано с детскими домами, и так далее, что я не могла дотянуть до конца. А нужно было на чувстве долга, на чувстве перфекционизма и на чувстве того, что люди вокруг скажут. Они скажут, смотри, какая ты. Ты не дотянула до конца, ты не дошла, значит, ты слабая. Тогда мне пришлось бы испытывать чувство вины, как я испытывала, либо лицемерить. Ну вот где-то здесь вот вместе лицемерие, чувство вины, оно вместе все это совмещать. Я тоже отучилась, у меня профессия вообще ландшафтный проектировщик. Я по профессии. Профессию, которую я ненавижу, я терпеть не могу. Вот это все череночки, вот эти все ерунду. Я не говорю, что это плохо, я говорю, что это мне абсолютно неинтересно. Я проработала ландшафтным проектировщиком три года или два, уж не помню. Нужно вообще мне было ли работать по этой профессии? Вот мне мама говорила, Наташа, ты мучаешься, оставь. Нет, ну я же отучилась три года, ну так жалко, надо вот дальше идти до конца. Да не надо признать свою ошибку, что ты ошибся, что это просто не твое. Оставь и иди дальше. Вот и все. Нет, не нужно было вот этой, как бы на вот этом перфекционизме моем проехать и до конца. То же самое семья, да, вот, ну я про это уже сказала, что абьюзивные отношения, и так как мы созики перфекционисты, мы тянем это вообще до конца, до победного. Сами умираем, и другие тоже, других на нас вообще пофигу. Может быть такое. Поэтому никогда не сдавайся. Фраза такая тоже немножко очень обманчивая, потому что иногда нужно отступить назад. Иногда. И не испытывать чувство вины, что, блин, у меня что-то не получилось, я не смогла. Да, не смогла. Скажи, я не смогла. Ну и что дальше? Вот я в своей жизни много чего не смогла. У меня был развод. Ну, что бывает, да? Потому что, как нам говорят, ты выйдешь замуж раз и на всю жизнь. Идеальная картинка. Так и должно быть, конечно, прекрасно в вашем идеальном мире. А в мире настоящем может быть и не так быть. Может быть быть так, что ты разведешься. Может быть так, что, ну, а мы уже об этом не хотим слушать. Вот кто об этом говорит в церквях? Кто об этом вообще говорит в христианстве? Потому что нам легче все замазать и сказать, все будет хорошо, ты только молись Господу, и все будет хорошо. Вместо того, что сказать, смотри, в жизни может быть все, что угодно. Тебя может муж предать, может жена предать, может он уйти, она может уйти, он может погибнуть, ты можешь погибнуть. Все, что угодно в жизни может случиться. Нам это слушать. Неприятно. Нам приятно слушать, спасешься ты, спасется весь дом твой. Ребят, а вы не думали никогда, а может быть, не спасется? Может быть, у людей есть своя воля какая-то. Вы никогда, у вас не возникал такой момент, что вы не можете, вы не контролеры, вы не Господь Бог. И вы не можете вот этими лозунгами, фразами, стихами из Библии замазать все, надеясь розовые очки и сказать, все будет хорошо. Как мантру читать, все будет хорошо. Вы столько молились, вы столько говорили, что все будет хорошо, но на самом деле в жизни людей катастрофы. и мы об этом честно, открыто не говорим. Об этом нужно говорить, потому что, когда вы, как мантры, каждый день читаете людям в церквях, что все будет хорошо, спасешься весь дом твой, да, и ты спасешься, один муж на всю жизнь, там, в общем, миссия вот такая, ля-ля-ля, и вы привычаете к этому людей, а когда идет по-настоящему жизнь реальная, у людей настолько происходит разочарование, там, разлом веры и так далее, что они, ну, что у них депрессия, они потом пьют антидепрессанты, у них все плохо. Почему? Потому что их не готовили вот к этой жизни настоящей, потому что они говорили, может быть вот так, но чтобы тебе выйти из этих состояний, да, будь, делай вот это, 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 проходи терапию, хорошо иметь крепкие отношения с Богом, учись, развивайся, там, многие вещи, но вы же как мантры ими читаете, и люди в это верят, потом происходят катастрофы. У меня не было разочарования в Боге никогда, у меня не было никогда депрессии, кроме того, там, трех дней, у меня было три дня, когда мне муж изменил, я об этом рассказывала, но я лежала, я говорила, сейчас, я в депрессию не впаду, потому что я знаю Бога очень близко, очень лично, у нас с Ним хорошее отношение, и это было мое решение, не позволить никаким вообще обстоятельствам разрушить мою жизнь, поэтому я полежала, пострадала, поплакала, потом сказала, сейчас я буду из этого выбираться, потому что, блин, у меня время драгоценное, у меня есть цель в жизни, у меня есть планы на свою жизнь, и я знаю, что у меня есть призывание от Бога, поэтому я не позволю это сломать, украсть, не знаю, еще как-то, в общем, поэтому я из этого стала выходить с помощью терапии, 12 шагов, я об этом много говорю, и я откопала в себе вот этот перфекционизм, то есть, то, что я действительно, у меня было такое представление, у меня в жизни не было даже мысли, что я разведусь, никогда, мне даже об этом никто не проговорил, не сказал, не мог допустить эту мысль, а что бы там я сделал, например, как бы я это пережила, поэтому у меня был огромный шок, но так как я взрослая, так как я хочу быть счастливой, полноценной личностью, здравой, реагирующей на разные трагедии, и которая знает, что у меня есть призвание, я решила из этого всего выйти, слава Богу, а другие люди они просто вот так вот в депрессии лежат, не знаю, и мне жалко то, что это во многом вина церквей, христианства, которые надели розовые очки и говорили, иди до конца, если у тебя семья развалится, блин, ну ты какая-то там, ну понятно, что меня все обвинили, это понятно, тебя будут обвинять, не ведись на это чувство вины, ты свободный человек, даже если ты совершал какие-то ошибки, ты совершал какие-то ошибки, я совершал ошибки, ничего страшного, наш перфекционер скажет, как ты могла совершить какие-то там, не знаю, какие-то вещи, мы все люди, это не значит, что я буду их совершать, это значит, что я буду их прорабатывать, я покаюсь и пойду дальше, вот и все, и так, идеальная семья, да, потом мы рожаем детей, вот я сейчас, конечно, коснусь священной коровы, но у меня, уж простите, вы знаете, я так уже, у меня репутация в общем, такая, но я вам скажу, что мы рожаем детей, люди рожают детей, и крестимых, называемых христианскими именами, каждый проповедник говорит практически одну и ту же фразу, этот Давид будет служить Господу, и вы уже с детства накладываете на него вот это бремя, он будет служить Господу, ребята, если он не будет служить Господу, а если он будет просто обычным человеком, просто вот обычным, если он в 14 лет, в 13 или в 12, скажет, ребят, родителям своим, скажет, дорогие папы, мам, я не хочу быть христианином, вы можете это себе, это конечно страшно признавать, но такое может быть, поэтому, когда вы называете его Давид, или еще каким-то христианским именем Моисей, это не значит автоматически, что он будет служителем, в реабилитационном центре Давидов, Моисеев, Исаий и Иаковых вот так сидят, они все сидят, к сожалению, они все наркоманы, вот все, кто проходил реабилитацию, это все дети верующих родителей, почему? Вот на них накладывали бремена в детстве, ты будешь миссионером, ты будешь великим служителем, у тебя будет призвание, а у него другое внутри было, и вы знаете, вот эта вот масса ваших бремен придавила этого ребенка, и где-то он сломался, поэтому дайте дышать вашим детям, даже если он Давид, если он Моисей, дайте им дышать, отпустите их от этих бремен, не накладывайте на них, на эти бремена, знаете, вот мне говорят, а твои дети служат, я говорю, господи, да если он там не грабит, не убивает, я благодарю Бога уже, понимаете, ну там у нас отдельный вариант, да, если он просто стал хорошим человеком, конечно, идеально, опять же, перфекционизм, чтобы он стал служителем, чтобы он служил Господу, и все было вот в его жизни хорошо, а если он выбирает путь, вот например, да, сейчас он хочет там у меня чинить телефон и открыть какой-то свой там маленький бизнес, пожалуйста, я поддержу, не хочет он в библейскую школу ехать, хочет вот он заниматься вот каким-то там таким вот работой, пожалуйста, я это поддержу, конечно, я ему всегда говорила про Бога, там молилась, постилась, мы много разговаривали и так далее, но у человека, смотрите, я не давлю на него, ты должен быть служителем, ты должен быть, он ничего не должен, свободный человек, отпустите детей, даже если они у вас в Моисее, дальше, извините за такие темы, да, не как сказать, знаете, есть один проповедник, он меня просто умиляет на просторах интернета, он постоянно, давайте я помолюсь за ваше благословение, и там столько гонечков, столько аминь, вот я думаю, что я, конечно же, не пригласят меня на женскую конференцию, не на разные там ретриты, потому что тема у меня не вот эта вот, давайте, спасешься ты, и спасем, и цередит дом твой, да, аминь, я хочу, чтобы вы трезво, здраво, по-взрослому смотрели на жизнь, и произойти может все, что угодно, но Бог, конечно же, держит все под контролем, и что бы ни произошло, вы, как личность взрослая, можете выстоять, и пройти все это, вот о чем я хочу говорить, дальше, одна из тоже таких тем, 90-й Псалом, ну, мы все его знаем, да, под кровью самогущего мы покоимся, и ничто нас не коснется, ничто нас не коснется, почему вы уверены, что ничто вас не коснет, а почему других касается, христиан, почему другие погибают на войне, а вас ничего не коснется, а вы знаете, что может коснуться, и меня может коснуться, и вас, поэтому, вот эта мантра, которую вы читаете, 90-й Псалом, это не амулет, от злых духов, это значит, что Бог вас любит, он вас ведет, и вы живете в мире, написано, что весь мир вообще лежит во зле, Бог меня всегда хранил, я выходила из разных ситуаций, я благодарна Богу, но всегда у меня есть понимание, что со мной может случиться все, что угодно, и когда мне говорят, вот ты там рискуешь своей жизнью, я не просто иду такая, да, рискну я своей жизнью, пойду-ка я там по черному району, я иду туда, потому что я хочу служить этим людям, и я их люблю, но они могут меня пристрелить, и это я прекрасно знаю, и я это всегда проговариваю, и я не говорю, смотрите, я под защитой Бога, я живу в трезвом мире, и те миссионеры, те верующие, те люди, которые погибли, их очень много погибло, апостолы, и так далее, они погибли не своей смертью, чтобы Бог их не защитил, у нас, опять же, разрез нашего христианства, очень, очень, мы как, идем дорогой трудной в город изумрудный, вот мы надели вот эти очки изумрудного города, смотрим, и у нас все, в таком изумрудном цвете, а нужно вот так вот снять очки, положить их и сказать, я взрослый, вокруг меня мир, он жестокий, в моей жизни может произойти все, что угодно, моя ответственность, как я на это отреагирую, я буду сильной, я выживу, и я это пройду, я буду еще ближе к Богу, я еще буду больше служить людям, вот с такой позиции, а не с позиции, чур-чур-чур, меня это ни что не касается, а колдовские молитвы, это язычество, а не христианство, весь ваш перфекционизм, который вы говорите, моя семья спасется, мои детки будут служить Богу, мы никогда не разведемся, у нас все будет хорошо, вы это нарисовали, если это вдруг разобьется, не дай Бог, конечно, хорошо, когда у вас все хорошо, но не дай Бог, что-то разобьется, где ваша защита будет, вам же всю жизнь, вы будете потом еще Бога обвинять, вы скажете, а где был Бог, ну, я очень много чего прижала в своей жизни, мне как в жизни не сказала, где был Бог, этот умер, этот умер, там меня чуть не убили, я никогда не сказала, Бог, а ты где был, я сказала, да это жизнь, да, вот так, я вот так живу, моя ответственность правильно отреагировать, я хочу быть счастливой, я хочу правильно реагировать, я хочу быть здоровой личностью, что я и хочу нести другим людям, дальше, мой вообще, один из самых любимых, как бы, стихов, как вы понимаете, это женщина из притч, вот до этой женщины, нам, милые, милые мои женщины, тянутся и тянутся, и не дотянутся, и встает она в 5 часов утра, да, там до зари, и это приготовила, и там корабли какие-то, в общем, и там вот все у нее так хорошо, и, а мы сырки не можем 5 дней приготовить, потому что они просто не получаются у нас, ну, у Лизы, у меня это все получается, так вот, женщина из притч, которую вы все равняетесь, как она, господи, прости, мне надоело, чтобы дотянуться до ее планки, вот, девушка одна христианка, такая миленькая блогерша тоже, записывает рилс, женщина из притч, и вот она стоит там до рассвета, там, в общем, придет своими руками, муж у нее накормлен, детки накормлены, все хорошо, и ты смотришь на эту женщину из притч, ты смотришь на себя, думаешь, капец вообще, я просто, я просто какой-то вообще, я не знаю кто, ну, точно не женщина из притч, чувство вины, лицемерие, чувство вины, что, блин, я не такая, я вообще отстой, а лицемерие, смотрите, я такая же женщина из притч, вот я стою, у меня детки накормлены, а детки на самом деле там, чуть ли не матом тебя посылают, И вот из этих двух ям, как нам выбраться? Что нам выбрать? Полицемерить в инстаграме и написать, что у вас все хорошо, как у вас прекрасный муж и какие прекрасные детки, и вы так ходите в церковь, либо чувствуя, что вы такое говно, и вы совсем не дотягиваете до женщины из притч. Есть третий путь. Признать, что вы не женщина из притч. Я не женщина из притч. Я Наташа Герасимова, я женщина из Чикаго. Вот и все. Есть мое расписание. Да, я действительно встаю там до рассвета, потому что мне надо на доставку делать. Я не приду своими руками. Я детей никогда не рожу. Еще какие-то вещи не сделаю, которые она делает. Так не надо их делать, потому что я – это я, а она – это она. И они разные вообще. Я не хочу тянуться даже до этого идеала, потому что я не хочу жить в этом чувстве вины. Зачем мне это надо? Если ты встаешь в 9 часов утра, так и вставай. Но ты прочитал в Библию, что она встает в 5. Но почему ты на нее равняешься? Слушай себя. Нас приучали, что себя слушать нельзя. Нет, слушать себя нужно, потому что иначе ты будешь копией чей-то. И будешь тянуться, опять же, до этого перфекционизма, до этих женщин, до которых ты никогда не дотянешься. Слушай, Бога и себя. И хватит уже эту женщину из притч везде тыкать. У меня свои желания. Смотрите, у женщин вот этой из притч, у нее и были свои желания. Своё время, в которое она жила. Ну, я не знаю, была ли она счастлива или нет, я не знаю. Не залезешь ей в голову. Но я живу в своё время, я живу в своём городе. У меня свои желания, абсолютно отличающиеся от её желаний. И почему я должна жить её жизнью? Просто вот ответьте мне на вопрос, зачем вы постоянно эту женщину из притч трогаете? Что нам нужно? Нам нужна трезвость, нам нужна честность. С собой, с людьми, с церковью. Сказать, что, смотрите, может произойти всё, что угодно. До конца я могу не доходить, потому что мне уже это надоело. Или я устала, мне тяжело. Я не тяну это больше. Это в миссии. Конечно, за какие-то вещи нужно побороться. Я очень много боролась. И за детей, и за семью, и за разные вещи. Но когда ты понимаешь, что стоп, не нужно как паровоз дальше переть, потому что так написано, или там тебя люди осудят. Просто нужно сказать, окей, не получилось. Я очень много раз могу в жизни сказать, 90% моей жизни не получилось. И что? Я не умерла. Я счастливая. Я живу так, как я хочу. И я могу сказать, зато я это попробовала, зато я это прошла. Я постаралась, я сражалась там, ну, я сражалась действительно. Даже если у меня что-то не получилось. Ну, вот так. Жизнь вот такая. Что я могу сказать? То, что я говорю, очень непопулярно. Потому что это честно. Потому что вы хотите слушать лозунги. Спасёшься ты, спасёшься весь дом твой. Вы будете говорить, да-да-да-да-да, аминь. 90-й псалом вас никогда ничего не коснётся. Да-да-да-да-да. Я женщина из притч. Вы выставите красивую фотографию, где вы читаете Библию. Это будет женщина типа из притч. Да? И вы будете учить других таких же женщин из притч. Быть такой же. И, в общем, вот этот порочный круг, миссия, где миленькие детишки. Вот этот порочный круг христианства, который очень-очень-очень любят все. На который пойдут, ещё и денюжки заплатят за конференцию, ещё и поаплодируют, поставят огонёчки, скажут, да, это именно то, что мы хотели слушать. Но вы не хотите слушать многие правду. А правда, она очень-очень иногда бывает жестокой, больной. И чтобы вам не впасть вот в этот перфекционизм, избавиться от него и жить свободно, проходите терапию. Общайтесь с Богом лично. Прекратите смотреть на эти все, знаете, как идолы, на эти недостижимые цели. Посмотрите себя. Скажите, вот я такая, я вот, вот это здесь я могу, я молодец. Я могу себе сказать, что я во многом молодец. Я много чего смогла. А много чего, очень много чего, не смогла. Ну, я попробовала. Ну, вот такая я глупая, я тупая где-то, очень сильно. Поступала, как вообще последняя лохушка. Женщина из причбы сказала, о, ну ты, дорогуша, вообще не дотянула, не дотянула. Но, знаете, меня это не трогает, потому что это моя жизнь. Я и проживу с ответственностью на себе только. Вот и все. Поэтому, что я вам хочу сказать. Моя жизнь не идеальна. Наши все жизни не идеальны. И мы живем в неидеальном мире. Но мы можем сделать свои реакции, свое внутреннее ощущение, да, привести его в баланс. И освободить себя от этих бремен, освободить себя от вот этих вот женщин из прич, ну, скажем в кавычках, да, вот этих недостижимых целей. Жить свободно, это не значит грешить. Это значит быть свободным от этих бремен. Это значит быть, признать что-то, быть честными перед собой. И жить свободно, это жить счастливо. Вот. Поэтому у женщин из прич, вообще-то, служанок куча, они раздают. Ну, да, вот если у вас есть служанки, вы более-менее уже видите, она им раздает урочные, дальше занимается, чем хочет. Ой, это моя мечта просто. Ну, вот видите, как-то я совсем, я совсем не дотянула до нее от слова вообще. Спасибо вам за вашу позицию по отношению к Украине. Вот, что я хочу сказать последнее. Слава Украине. На этом наш эфир закончится. Очень хочется, чтобы, смотря эти эфиры, мы с вами становились честными, прекратили лицемерить и прекратили винить себя. Смотрели на Библию, да, читали Библию, потому что я читаю Библию, я очень люблю Библию. Но это не значит, что я читаю ее как букву, как закон, как вот, знаете, вот написано вставать в 6 часов утра женщине из притчи, я должна встать в 6, там, да, а не в 7. Я читаю ее, задавая Бога вопросы, размышляя. И Бог мне отвечает через, всегда, через Библию мне отвечает. Мы с ним так общаемся, мы с ним вообще по-разному общаемся, но и через Библию тоже. Она для меня как, ну, просто такие ответы, как воздух, я понимаю ее на уровне сердца, а не вот эти законы. Ты должна, ты обязана, вот, если не дотягиваешь, ты вообще никто и ничто. Поэтому давайте размышлять вместе. Я не учу, вы знаете, что я не учитель, не пастер. Мы можем вести диалоги, вы можете быть со мной не согласны. Вот, и в этом, да, это называется зрелость, принять в себя свои ошибки, свои несовершенства, да. То есть это называется зрелость, когда мы обсуждаем, рассуждаем, смотрим с разных сторон, вот, и ведем диалоги. Поэтому всем хорошего дня. Если у вас есть какие-то вопросы, несогласия, еще одно из показателей взрослого человека, это диалог, когда вы не закрываете комментарии, вы можете мне писать все, что угодно, я не закрою эти комментарии. Это одно из тоже показателей, наши церкви закрыли все комментарии в начале войны, потому что те, кто с ними не согласен, это значит, вы уже какой-то не такой, то есть у нас нет диалога никакого. Так вот, это еще один показатель того, что вы находитесь в очень детской позиции, и наши церкви, они находятся в детской позиции. Потому что, когда я высказываю свое противоположное мнение, вы просто закрываете комментарии. То есть у нас что? У нас тут тоталитаризм получается. Наташа, спасибо, быть самой собой, это круто быть честным с собой и другим. Да, а это очень сложно. Это бесконечно сложно. Лучше обвинить себя, сказать какое-то дерьмо, либо нарисовать красивую картинку в Инстаграме и сказать, «Смотрите, у меня все хорошо», чем признать то, что над собой нужно поработать. Все с нами в порядке, не навешивайте на себя лишнюю вину, просто какие-то вещи нужно просто проработать, проговорить честно, открыть перед собой самой, во-первых. Я не говорю про людей даже, но во-первых, перед собой. Мне пришлось, знаете, признать, что, например, в Африке миссия, если касаться миссии, начиная с начала, были очень многие вещи неправильные. Мне не нужно было, например, кормить детей в трущобах без того, чтобы они там работали, ну, например, что-то делали, или убрали бы свой район, ну, что-нибудь. Но я это делала, я признала эту ошибку, и я пошла дальше. То есть мы совершали кучу ошибок, но я это признаю, я честный человек, я хочу это признать, сделать выводы и просто идти дальше, не говорить, ой, блин, какая я дура, я так и говорила себе. У меня чувство вины зашкаливало, именно поэтому я пошла в программу «12 шагов». Чувство вины меня убивало. И перфекционизм, который меня хотел сделать хорошей миссионеркой Наташи, которая помогает бедным маленьким девочкам. Но я мальчикам помогала, понимаете? Там девочки были у нас в сексуальном рабстве, с ними нужно было работать отдельно. Вот, у меня только две руки, как бы, и Соня еще была, нас не хватило, да? Поэтому чем занимается наше христианство? Это еще один вопрос, который я оставлю открытым. Вот, всем хорошего дня.